Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня в видео мы говорим о том, как потерять деньги на инвестициях в самые лучшие инвестиционные фонды. Данное видео, оно из моего собственного опыта, которое основано на работе в крупнейшей инвестиционной компании. Это компания Тройка Диалог, когда российский рынок выдавал выдающиеся результаты, вполне реально было на рынке акций зарабатывать 100-150-200% годовых на обычных паевых инвестиционных фондах. Причем инвестиционных фондов в той эпохе, это не современные биржевые фонды с очень высокой ликвидностью, с очень низкими комиссиями на управление. Нужно понимать, что такую доходность клиенты могли бы получить, опять-таки, при том, что вознаграждение управляющей компанией составляло до 6% от стоимости чистых активов фонда, были надбавки при покупке паев, скидки при продаже паев. То есть для инвестора данные фонды, с одной стороны, были очень затратными, но так как не было альтернатив, технологически не было возможностей комфортных и простых работать на рынке ценных бумаг, самостоятельно выбирать акции, это современная индустрия, да, у нас есть и блоги, и телеграм-каналы, все расскажут, что и как купить, и сами брокеры расскажут. Тогда, в 2005, 2006, 2007, 2008 годы, это было действительно возможность купить только через паевые фонды, которые были достаточно дорогими. Несмотря на это, я видел, что абсолютное большинство людей, которые инвестировали в лучшие фонды, на тот момент они неоднократно признавались лучшими и по управлению, и по доходности, реально получали доходность хуже рыночной. То есть в чем были основные причины. Итак, первое, о чем хотелось бы поговорить, это фонд Добрыни Никитич, был такой фонд, управляющий компанией «Тройка Диалог», то, с чем мне впервые пришлось работать. Для понимания, я пришел в октябре 2005 года. По итогам 2005 года, ну, то есть как раз, когда я пришел работать, фонд обеспечил доходность 87,5% годовых за год. То есть за один год стоимость паев фонда, акцентирую на это внимание, с учетом вознаграждения управляющей компанией, всех-всех-всех расходов, стоимость паев выросла на 87,5%. Это период, когда я пришел в эту индустрию непосредственно. И я помню, что тогда я работал в Казани, у нас были баннеры по всей Казани расклеены, что вот «Тройка Диалог» открылась, вот доходность наших топовых фондов, посмотрите, 87,5% годовых. И опять же, если говорить о том, на что пришелся пик, пик продаж пришелся на середину 2006 года. То есть на середину 2006 года у нас работало два инвестиционных консультанта и директор. Консультировали все. Консультировал и директор офиса, консультировал я, консультировал моя коллега. Это было просто очередь. То есть люди приходили, садились в очередь для того, чтобы купить. То есть они приходили и инвестировали, когда фонд уже вырос, то есть когда уже показал доходность. Все эти маленькими буквами приписки, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем, на это люди не смотрели. В этот же самый период, в 2006 году, русский стандарт начал очень активно предлагать кредитные карты. Может быть, кто-то вспомнит эту историю, что прямо на почту приходили конверты, говорили, как правило, это был лимит в 50 тысяч рублей. Пожалуйста, берите, распоряжайтесь. И были люди, лично у меня были клиенты, которые приходили и просто снимали наличными с кредитной карточки 50 тысяч рублей для того, чтобы купить фонд Добрыни Никитич с доходностью в 87,5%. Замечательно, поразительно, гениально. Вторая история, которую тоже я хотел бы рассказать, это 2008 год. То есть 2008 год, начинается коррекция. Осторожные клиенты продавали с убытками в 15-20%, но самый паник сел, что называется, пришелся вот именно на кризисный период. То есть август месяц была точно такая же очередь, если не в два раза больше людей, которые приходили и продавали. Любые аргументы, связанные с тем, что вы сейчас продаете активы достаточно низко, посмотрите, какова структура портфеля фонда, посмотрите, что это за компания. Людям вообще было абсолютно бессмысленно с рациональной точки зрения, с позиции математики что-либо объяснять. То есть это была история, связанная с тем, что просто эмоции. Ребят, никому не пожелаю видеть это, когда просто вот следующее, как в Макдональдсе, свободная касса, поднимаешь руку. У нас уже работало к тому времени порядка 4-5 консультантов было. Да, и то есть действительно, свободная касса, человек приходит и все, перед тобой просто, ты как психолог, вся душа человека, все истерики. Пожалуйста, верните, Максим, я вам доверяю, я же к вам приходил, я же зарабатывал, я же рассчитывал, что вы мне расскажете, подскажете, помогите. Может быть, кому-то заплатить надо, чтобы мне вернули денег больше. Я вам готов заплатить, возьмите это в доверительное управление, сделайте что-то, вы же профессионал. Почему я про это говорю? Ребята, это нормальная статистика, которая приходит во все времена, есть тому пример и в Соединенных Штатах Америки. Есть отдельный фонд в Америке, CGM Focus Fund, который в период с 2000 по 2010 год обеспечил инвесторам среднюю годовую доходность на уровне 18% годовых. Пятизвездочный фонд по оценкам Morning Standard, фонд, который обеспечил доходность на уровне Баффета, при этом доходность индекса S&P 500 за этот же промежуток времени среднегодовая составила 0,7% годовых. То есть фонд более чем в 18 раз по своей доходности превзошел доходность индекса. Казалось бы, выдающийся результат. Но опять-таки, по оценкам компании Morning Stars, средняя доходность инвестора данного фонда за тот же промежуток времени составила минус 11% годовых. К самому фонду претензий нет. Сам фонд обеспечил доходность инвестора, который не дергается на уровне 18% годовых. Живые реальные инвесторы, средние, которые там присутствовали, за этот же промежуток времени получили доходность минус 11%. И в этом случае действительно можно сказать, что при прочих равных условиях разумным было бы для человека инвестировать в индексный фонд, потому что он заработал больше. Тогда возникает закономерный вопрос. Это проблема управляющего и фондов, то, что он обеспечивает отрицательную доходность для инвестора. Или это проблема инвестора, который занимается таймингом, который занимается вопросом выбора времени входа и выхода из позиции, и который пытается спекулировать. А возвращаясь к моей собственной истории, в 2005 году я пришел работать, в 2005, конец 2005, весь 2006 год прошел под эгидой продажи фонда Добрыни Никитич, и абсолютное большинство клиентов покупало исключительно данные фонды. В 2006 году, в конце года, у нас сформировались два новых интернеральных фонда, один из которых электроэнергетика. Была потрясающая презентация подготовлена, рассказали лично нам, консультантам, почему имеет смысл часть клиентов переориентировать в данный фонд. При этом, лично я помню, что я приезжал в компанию ТАТ Энерго, которая была независимая, которая в Татарстане самостоятельно занимается генерацией электроэнергии. Ни один топ-менеджер компании ТАТ Энерго не проинвестировал в акции фонда электроэнергетики, когда он формировался. Ну, то есть, для меня это было очевидно. Ты работаешь в этой индустрии, ты понимаешь, идет реформирование РАО ЕС России, давайте на этом заработаем. Для них все понятно. Ни один человек из менеджмента компании не проинвестировал именно тогда, в период формирования фонда. Потому что сказал, ребят, энергетика это трэш, мы сами здесь работаем, это все говно, туда инвестировать не надо, тем более в РАО ЕС России. В итоге, через год, когда этот фонд обеспечил доходность с момента формирования порядка 77%, все эти люди выстроились в очереди, позвонили мне, с кем я встречался, они покупали паи данного фонда. Потому что, как бы, я их не оставлял, я им говорил, ну вот же плюс 20, вот же плюс 40, вот же плюс 50. То есть, когда уже непосредственно все выросло, самая пришла толпа для покупок, когда уже произошло. И когда все снизилось, все мы грезим о том, что дайте скидку на растущем рынке, дайте скидку 20% и я куплю, дайте скидку 30% и я куплю. Сейчас мы наблюдаем и в отдельных американских компаниях, на российском рынке, мы сейчас наблюдаем скидки до 50%, до 70% скидки доходят от максимумов. Но когда я задаю вопрос, ребят, а что не покупаете? А будет еще ниже. А ты сам, Максим, говоришь, что может быть коррекция еще на 15-20%. Будущего, ребят, никто не знает. Но сегодня хотелось именно поговорить, каким образом люди теряют в лучших фондах. Каким образом люди теряют в лучших управляющих. Управляющих. Потери происходят не потому, что управляющий неправильно что-то сделал, не потому, что с рынком что-то не так. Потери происходят из-за эмоциональной реакции людей. Почему я сейчас про это заговорил? Потому что сейчас веду проект, у меня есть проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», и я столкнулся с тем, что я провожу поддерживающие вебинары, я показываю доходность своего инвестиционного портфеля. Есть люди, которые со мной с самого начала, с октября 2018 года, есть люди, которые присоединялись позже. И как это ни парадоксально, у меня сейчас наблюдается абсолютно идентичная ситуация. То есть, когда рынки росли, когда среднегодовая доходность портфеля была там в районе 30%, был массовый приток клиентов. То есть, люди приходили и покупали, смотря на прошлую доходность. Когда сейчас все те же самые активы, которые генерировали в предыдущие 4 года доходность от 20% до 30% годовых в валюте, снизились в цене, естественно, из-за того, что они снизились в цене, снизилась доходность, люди попали в ступор. То есть, когда активы валяются с дисконтом, когда, по сути, мы видим одну из крупнейших распродаж последних 5 лет, мы наблюдаем то, что люди из-за своего ступора, из-за своих эмоций останавливаются и не делают привлекательные покупки. Какую ловушку попадает в этом случае инвестор? Можем ли мы быть еще ниже? Конечно, можем. И я абсолютно почему-то убежден, что мы можем быть ниже. Но насколько ниже и когда ниже, это вопрос, ответ на который вы ни от кого не получите. И поэтому, когда мы говорим о том, что вы, еще раз, вы могли сформировать портфель, который вам обеспечивает доходность 24% годовых со всеми издержками. Много это или мало, каждый решает для себя самостоятельно. Кому-то это мало, для кого-то это много. Я, в принципе, говорю констатации фактов. Внизу ссылка под данное видео, где я подвел итог работы с 2018 года данного портфеля, какие результаты непосредственно есть. Посмотрите, там подробный разбор идет портфеля, это абсолютно бесплатно, можете посмотреть. Возможно, кто-то захочет присоединиться. Поэтому проходите по ссылке, забирайте, смотрите. Что я могу констатировать? Я могу констатировать то, что когда возникает самое лучшее время для инвестиций, когда у вас есть, еще раз, портфель из бизнесов, более чем 15 бизнесов, которые в среднем делают 24-30% в год. И вам сейчас этот пакет бизнесов продают со скидкой 30%. То есть, если это восстановится, потенциальная доходность уже есть 40%. Если они восстановятся к цене, это не считая денежного потока, который генерирует данный бизнес. И люди стопорятся, жадничая, может быть, 5, 10, 15% они надеются купить еще ниже. И поэтому на основе своей практики как раз таки хотелось к этому призвать. Потому что я сейчас вижу очень большое количество эмоций. Я вижу очень большое количество страха. И самый основной аргумент, который я слышу в настоящий момент, заключается в следующем. Вот пусть все стабилизируется. Вот пусть хотя бы закончится операция. Вот пусть хотя бы часть санкций снимут. Вот пусть хотя бы Газпром один раз заплатит дивиденды, которые он отменил. Все меня тут уже, по-моему, только ленивый не плюнул в мой огород. Не бросил камень. Вот пилил за Газпром и Газпром всех кинул. И все ждут, когда ситуация изменится. Все ждут, когда Газпром заплатит, когда ситуация стабилизируется, когда будет больше определенности. Ребят, когда все стабилизируется и будет больше определенности, и будет понятна ситуация, то активы, которые генерируют вам дивиденды на уровне 9-15% годовых, при ставке по депозитах в районе 5-6%, они не будут стоить столько, сколько будут стоить сейчас. Они как минимум будут приведены к той же доходности, что и банковский депозит. То есть они вырастут как минимум процентов на 50-60%. Когда будет все понятно, когда будет все стабильно и когда будет не страшно. И я призываю к тому, что как бы не было страшно, оценивайте вход в позицию по уровню вашего страха. Чем больше вам страшно, тем больше нужно инвестировать. И это к вопросу о том, что должна быть подушка безопасности, должны быть консервативные инвестиции. И особенно сейчас. Сейчас актуальный момент. Сейчас получается большая доля депозитов высвобождается, и встает вопрос, а куда их нести. В доллары? Посмотрите вот это вот видео. В недвижимость? Посмотрите вот это вот видео. Я предлагаю вам инвестировать в акции российских компаний, использовать как раз-таки ту ситуацию, которую мы наблюдаем, кратковременное укрепление рубля, возможность купить акции компаний-экспортеров и сформировать по привлекательным ценам долгосрочный портфель или самому себе, или своим собственным детям. Ссылочка ниже. Проходите. Рад буду с вами вместе поработать. У меня сегодня на это все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok